Привет, ребята! Обожаю я сейчас вторники и четверга, потому что жду сама встречи с нашими королевами, королевами Smart Queen. И сегодня у нас в гостях будет Олечка Блистик. И я думаю, что вы получите такое же удовольствие от общения с ней, от знакомства, как получаю я. И я очень-очень рада тебя видеть вот так, конечно, хорошо обнять, конечно, хорошо встретиться вживую, но это тоже хороший такой вариант, особенно сейчас, когда иногда вынуждены сидеть в изоляции. Итак, ребята, представляю вам, Ольга Блистик, которая меня очаровывает постоянно, и особенно, когда она сидит за роялем. Оль, о чем мы с тобой сегодня поговорим? Во-первых, я очень хочу, чтобы ты рассказала о своей деятельности, о том, вот чем ты болеешь, как ты это делаешь, зачем ты это делаешь, как ты вышла на этот путь, немножко о себе, о своей себе, потому что я знаю, что вот такие женщины, красивые, самодостаточные, они, не все так было просто, да, и если мы будем показывать только, вот как такая я замечательная и хорошая, то многие женщины, которые смотрят, наблюдают, думают, «Ну, конечно, она-то может, у нее-то все гладко, вот у меня-то все плохо». Вот давай на эту тему поговорим, и вот опять, да, потом чуть-чуть с твоей историей, потом, как ты пришла, и почему ты это делаешь, и какую ценность ты несешь сейчас, потому что я увидела эту ценность просто очень круто, да, то, что ты делаешь. Расскажи, пожалуйста. Спасибо, Ира, я рада этой возможности, потому что на вечере, где мы себя презентовали, я поняла, что я, конечно, не сказала и 10% того, что я могла бы рассказать про свою историю, про свой путь, про то, ну, про какие-то смыслы, которые ведут меня и вели, и про путь полный драматизма, поиска, разочарований, огорчений, находок, работы внутренней, счастья, снова разочарования и так далее. Ну, у меня нет идеи, что прямо сегодня я все расскажу, но, наверное, какие-то вещи важные хотелось бы сказать, донести. И я, когда публиковала анонс на своих страницах в соцсетях, приглашала людей послушать про королевность и про женское достоинство. Ну, и про какие-то еще темы, которые я же не знала, про что мы с тобой конкретно будем говорить. Но если говорить про то, ну, как бы про пункт Б, да, про конечный какой-то, ну, назовем условно конечный, потому что, понятно, я иду, и благодаря проекту, ну, какая-то территория открывается прежде неведомая, и это меня очень увлекает, вдохновляет и удивляет тому, как мир откликается на то, что я делаю, и на перспективы, которые открываются. И они мне очень созвучны. В точке, в которой я сейчас нахожусь, ее довольно сложно сформулировать, на самом деле, потому что когда я стала сейчас активно заниматься обучением в области предпринимательства, в области бизнеса, я столкнулась с тем, что то, что я делаю, то, что на прежнем моем языке довольно легко объяснить, ну, по крайней мере, моим коллегам, психологам, или музыкантам, или актерам, с которыми я много работала, то людям бизнеса, которые очень четко устроены, что здесь, что там, для чего, как будет процесс выглядеть и так далее, довольно сложно объяснить те вещи, которые, ну, довольно эфемерны, да, с точки зрения линейного, скажем, восприятия, ну, тем интереснее объяснять. И я нахожу такой метафорический язык для того, чтобы описать свою деятельность, и то, что ты сказала, да, тебя вдохновляет то, как я сижу и играю, да, и это одна из моих ипостасей. Я музыкант по базовой своей профессии. Я закончила нашу консерваторию питерскую очень-очень давно, как музыковед. Музыковеды – это люди, которые обычно больше разговаривают о музыке, чем ее исполняют. Но так получилось, что я еще и играю, и пою. Ну, то есть музыка – это мой язык, мой мир, в котором я себя очень хорошо чувствую, ну, как рыба в воде. И поэтому какие-то мои ценности и смыслы как раз языком музыки очень хорошо передаются. И те люди, которые открыты и могут это воспринимать, и, в принципе, сколько раз я не играла и на наших мероприятиях, и на том мероприятии, куда ты меня приглашала, и на СПИ, да, все сразу откликаются на этот глубинный смысл, который не нужно передавать словами. Но мы живем в мире слов, поэтому нужна. Я ребятам чуть-чуть, потому что кто-то не знает. Я хочу сказать, уточнить. Ольга играет, она импровизирует. Не какие-то просто произведения, а очень остро чувствуя вот на ситуацию, тему, идею. Ты настолько это передаешь через музыку, что мурашки по телу. Да, это мой какой-то, видимо, дар, что ли, моя особенность. И вообще я по жизни импровизатор. То есть я это делаю не только на рояле. То есть это мой принцип быстрого переключения внимания и быстрого схватывания какой-то сути вещей. И это, собственно, то, с чем я работаю, когда я консультирую людей как психолог. Я, ну, моя практика в качестве психолога заключается в том, что я помогаю людям разобраться в их внутреннем мире в тех точках, которые, ну, для них сложны. Ну, так исторически сложилось, что я больше всего оказываюсь хороша в том месте, где человек проходит какой-то большой жизненный кризис важный и выходит на новую, какую-то новую территорию, с которой раньше не встречался, и страшно, и тревожно, и непонятно. И нужно родиться заново. То есть я такой опытный человек, помогающий людям проходить вот этот вот внутренний переход. Принимаешь роды. Да, да. У меня очень... Я многоодетная, но не мама, а, ну, скажем, акушерка. И я очень много работала с группами, с женскими группами, где снова и снова я вижу эту тему. Ну, и она очень актуальна в наше время. Она как-то так не очень светится вроде бы как, но все это чувствуют, что и женщины, и мужчины не имеют этой поддержки ни от семьи, ни от общества в виде каких-то специальных ритуалов, которые бы обозначали переход из юноши в мужчину, из школьников, студента, из одной апостаси в другую. То, что раньше, ну, всякими религиозными культами было как-то обустроено, сейчас этого нет. И люди вот так вот недоинициированные блуждают в поисках себя. Потому что вовремя проведенная такая вот штука, да, которая из точки А в точку Б за ручку переведет, да, вот этого нет. И мне кажется, как раз вот конкурс, ну, мы, понятно, про него поговорим еще отдельно попозже, да, но мне показалось, что именно вот эту инициирующую задачу он выполняет, потому что женщины явно успешные, самодостаточные, все молодцы, пришли, да, но какой-то внутренний вот этот процесс перехода, благодаря тому, как вы с Юлей поддерживали, благодаря всей обстановке, благодаря вот этой волшебной, какой-то магической всей обстановке, как это все было устроено, да, явно перешли в какую-то новую себя. И это мне очень откликнулось, и поэтому я стала тоже в этом участвовать. Спасибо тебе, что ты именно так почувствовала, потому что, да, это задача такая, да, вот как распаковать королеву, которая спит у каждой, абсолютно у каждой женщины. И тогда ты наполняешься такой невероятной силой, правильной силой, что дальше уже, да, как ты сказала, открываются какие-то необозримые горизонты, и самое главное, что это легко делается, да, без напряга вот этого мужского подхода, а на таком, на принятии, на любви. Ну, я вот это сама ощутила, когда прошла четыре дня. Ну, вопрос дальше в том, что мы с этим делаем, потому что это такой очень большой момент вдохновения, который, ну, такой создает феерический поток, да, и дальше очень важно подтверждать это действие, да, то есть я вот регулярно напишу это на странице на своей, что хочешь быть королевой, действуй как королева. И вот этот архетип королевский, мы буквально вчера с одной мудрой женщиной беседовали, да, это не принцесса, да, то есть у нас очень много таких вокруг приглашений побыть принцессой, одеть платьишко, там как-то немножечко украсить себя, чтобы было красиво, классно, чтобы тебя носили на руках и так далее, и так далее. Это принцесса. И это тоже классно, да, но если мы говорим именно про королеву, то это совсем другая внутренняя позиция, да, и я как раз очень много вижу женщин, которые, ну, очень талантливы в этой внутренней своей королеве, и они не могут ее, как бы, приложить никуда в жизни, ну, там, в силу ряда своих внутренних причин, там, неподдержки, кому это надо, там, может быть, я еще не готова и так далее. Вот, но это очень красиво. Я в тебе как раз это увидела, когда мы тогда познакомились на мероприятии ООН случайно. Это, конечно, очень сразу, ну, притягивает, да, потому что в мире, где так мало смыслов, и народ мечется в поисках какого-то, в какой-то осознанности, чтобы понять, что вообще происходит, ну, а некоторые не мечутся, да, всегда важно и приятно увидеть человека, несущего смысл. Вот я тоже такой человек. Да, я очень благодарна, кстати, за нашу встречу тогда. Я тоже сразу смотрю, по сторонам посмотрела, посмотрела, кто же здесь, и вдруг такое яркое солнце сидит, и что еще была вся в желтом или оранжевом, с этим цветочком. Вот, это была любовь с первого взгляда, Оля. Взаимно. Так, ну, давайте к твоей профессиональной деятельности вернемся. Что ты делаешь, как это ты делаешь, чтобы было понятно ребятам. Я профессиональный слухач, и я помогаю людям через работу со своим голосом добираться до своих самых глубинных территорий и чувствовать самую суть себя для того, чтобы идти по жизни опираясь на свой внутренний голос. Что это такое? Ну, то есть это конкретная очень технология, да, это работа с голосом, вокальная работа, телесная работа, да, то есть это, ну, некоторая практика регулярная, которая помогает каждому, кто в это входит. Ну, вот Ира попробовала, тоже потом расскажет свои впечатления. Да, во-первых, осознать себя лучше, чувствовать себя физически. Да, потому что у нас у всех мало движения, и работа с голосом. Голос – это такая очень специфическая территория, которая кажется, что, ну, для речи предназначена или для пения, но на самом деле с точки зрения биологии это целый комплекс возможностей и прежде всего питания для головного мозга. И когда я проходила обучение 10 лет у своего преподавателя, да, именно на этом мы делали акцент, да, что постоянное, ну, что мы, мы же знаем, что жизнь – это движение. Да, когда мы ходим, получаем питание для мозга, когда мы что-то руками делаем, получаем другого типа питания. И когда мы звучим, мы тоже получаем питание очень ювелирное, очень тонкое, которое, наверное, сравнимо с каким-то комплексом разнообразных витаминов. И некоторые виды звуков, которые мы используем для того, чтобы разные зоны мозга подключить, для активности, мы никогда не используем в речи. И поэтому люди, которые приходят на занятия и звучат там ультразвуком или очень низким звуком или какими-то видами разных условно-дурацких звуков, потом после занятия выходят совершенно, да, как будто у них массаж, баня и бассейн случился в одном флаконе. Потому что все обновляется, все дышит, все открывается, и организм с благодарностью просто радостно идет дальше, обновленный, энергизированный, сбросив стресс, расслабившись глубоко очень, да, все же люди очень напряженные сейчас именно глубинно. Вот. И это такой вот комплекс, который я разработала на основе того, что я сама проходила у своего мастера. и я преподаю это для специалистов и занимаюсь частной практикой. И вот сейчас разрабатываю уже бизнес-модель этого подхода для того, чтобы как можно большее количество людей могли бы помогать себе с помощью голосовой практики. Такая вот моя... Кстати, вот я хочу сейчас знать, что сказать. Очень много у нас таких крутых специалистов, которые действительно несут ценность. И, наверное, сегодня время такое, заниматься вот личным брендом, да, тоже такое модное слово, но хочу, чтобы суть мы донесли. Вот я уже больше двух лет назад поняла, что пока о тебе никто не знает, ты не сможешь принести той ценности, которую можешь принести. Да. И часто вот эта скромность, которая, ну, я тоже такая была скромная, думала, чего выпячиваться, вот даже неудобно. И вот я прекрасно просто увидела, что пока ты не вышел и не сказал, кто-то, то есть ты скажешь. И не факт, что скажешь что-то полезное для людей. То есть эта ниша всегда занимается. И поэтому мне очень тоже приятно, что это называется бизнес-модель, не важно. То есть это площадка для продвижения себя. Ты учишься себя продвигать. И это очень ценно и важно. И я сейчас хочу обратиться ко всем специалистам, которые действительно несут ценность. Выходите. Кстати, наш проект Smart Queen, он тоже, это площадка для продвижения. Выйти, сказать, потом набраться сил, еще больше, еще громче сказать. Мне, Олечка, знаешь, что понравилось очень сильно сейчас? Ты сказала, как звучит. То есть правильно понимаю. Вот я, когда была на твоих занятиях, для меня было открытие, что я могу звучать по-разному. И ты наверняка слышишь каждого человека и понимаешь, о чем он, когда он разговаривает. Правда? Да. Это очень интересно. Это очень интересно и это очень полезно, потому что помогает мне распознавать людей. То есть с какими-то людьми я пойду дальше, с какими-то нет. Не потому, что там с людьми что-то не то, а просто я понимаю, что какой-то человек так звучит, что его глубинная суть настолько закрыта от мира и от него, от самого, что, скорее всего, пойдет он не туда. И мне с ним туда не надо. И поэтому вот эта вот открытость ушей позволяет очень точно выбирать людей и те направления, и те проекты, в которых дальше имеет смысл именно мне находиться. Это очень полезное такое качество. и этому я тоже учу людей, которые ко мне приходят. А вот интересно, это ты по вибрациям, по тону, по словам, по смыслу, как это все происходит? Как ты определяешь это? Просто интересно, как человек... Смысл и слова это внешний план, скажем так. Да, можно красиво сказать о смысле и можно запаковать в довольно грамотные слова. И даже, даже можно одеть, знаешь, такое вот очень много у профессиональных спикеров или актеров, или музыкантов, которые с голосом работают, вокалисты, да, у них такой временем уже и практикой установленный звуковой костюм. он красивый, он переливается, он очень такой симпатичный и так далее, и так далее. И даже, и скорее всего, на него многие реагируют и за этим идут. Но мои уши устроены так, что я, ну, это мое проклятие даже в каком-то смысле, потому что я, ну, да, я не могу развидеть, да, то есть я не могу расслышать, да, я слышу и все. Я слышу фальшь, ну, то есть я слышу глубинную фальшь, и человек может быть даже от себя скрывает эту неправду свою какую-то, да, то есть человек совершил ряд компромиссов для себя и пошел для себя, для своей души не туда. И какой бы он костюм не одел сверху и какие бы слова он не говорил и как бы он красиво не звучал, я понимаю, что человек себе врет. И это нехорошо ни для него, ни для меня, если я буду дальше с этим как-то иметь дело. И если это мой близкий человек или какой-то человек в моем поле оказавшийся, я про это скажу. И, ну, буду надеяться на то, что человек услышит и сделает какие-то шаги для себя, чтобы быть честным с собой. Вот эта глубинная честность, это то, чему меня научила моя преподавательница и то, что я тоже транслирую дальше. А зачем человеку быть глубинно честным? А может быть так удобней, так выгодней? И что здесь такого? На самом деле глубинная понимает понимает себя. Вот как тебе сказать, вот глубинная честность, она на самом деле это самый экономичный способ самореализации. Потому что если ты нечестный, ты пойдешь темой маршрут, то есть ты все равно куда-нибудь там придешь, да? Но просто цена вопроса и длительность пути будет другая. Быть честным и двигаться своим путем это порой непросто. И мы с тобой прекрасно это знаем. И требуются какие-то непростые решения, требуется внутренняя смелость и мужество и большая работа над собой и какие-то еще разные штуки, которые если ты не очень честен и идешь на компромисс, ну можно как-то проскочить. Но в конечном итоге точка Б, про которую мы все так любим говорить, она либо не будет достигнута, либо цена, да, вот когда мы играем в долгую, мы же в долгую играем, да, цена будет слишком высока для этих выборов. Поэтому выгодно быть честным и чувствовать эту честность внутри себя и точно так же смотреть на мир. Но это возможно не всех устроит. Как это сложно быть собой, как я с этим просто сталкиваюсь все время в сетевом маркетинге, когда ко мне приходят ребята, когда очень важно ориентироваться ориентироваться на себя, а не на других людей, да, а вот сейчас как как подумают, а что скажут, а как меня воспринимать будут, а вдруг подумают, что я хочу что-то продать или навязать. Это такой, это так убирает энергию, которая необходима для движения. я понимаю, о чем ты, но это не просто, я сама очень долго приходила к себе настоящей, это правда очень сложно, это да, мужество, наверное, потому что мы все-таки показывали, ну, учили нас так, мы привыкли показывать какую-то свою хорошую, хорошую сторону, и мы постоянно тратили энергии на то, чтобы повернуть с этой стороной каждому, но жизнь так устроена, что в один прекрасный момент ты уже просто понимаешь, что тебе никак это не сделать, надо показать и плохую в том числе, и это бывает очень больно. Ну, плохую, это ведь условно плохую, да, что если ты говоришь человеку нет, а он хочет, чтобы ты сказал да, то для него ты плохая, плохая, да, но это неплохо, нехорошо, ну, то есть ты можешь проявить себя, ну, скажем, в гневе, или ты можешь проявить себя в какой-то слабости, или ты можешь проявить себя в печали и так далее, да, и это, ну, это честно, да, то есть ты не делаешь, не одеваешь маску, ты не делаешь вид, что ты какая-то, да, и это, ну, действительно, действительно непросто, и может быть, не всегда и нужно, да, то есть в каких-то случаях, ну, просто, ну, нужно уйти, и не продолжать какой-то тип отношений. Относительно того, что ты сказала, как про меня подумают или что скажут и так далее, это как раз довольно легко убирается. То есть это такой слой, скажем так, социально-коммуникативный, и вот эти установки, программы, которые из семьи, из родовой системы, из социальной системы мы нахватались, это очень сильно регулируемая штука, которая довольно легко наладить, если мы берем именно какую-то практическую деятельность. А именно глубинные слои, кто я, откуда я, куда я иду, с кем и так далее. То есть такие, скажем, экзистенциальный уровень человека, бытийный, вот там начинаются интересные штуки. Но к этому человек приходит, ну, к годам, к сорока обычно, к этим вопросам. Да, я в сорок пять, вернее, как, вначале я где-то к сорока, ну, в тридцать восемь, у меня начала очень сильная такая колбасня. А вот потом я отвлеклась на рождение дочери, и после уже в сорок два, сорок три, а в сорок пять уже всё, финиш, я поняла, так, не могу идти, нужно всё менять подлинально, измениваться в сорок пять. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы вот сейчас нас услышали, прислушивались к себе и задавали эти вопросы пораньше, чтобы, ну, чем раньше мы начнём движение, вот этот путь к себе, тем счастливее будет жизнь, тем будет вот такая лёгкость, которая для женщины после необходима. Тогда хорошо детям, тогда хорошо мужьям рядом с нами, с такими, и вообще в обществу, потому что женщина напряжённая, она не созидает, она разрушает, мне кажется. Да, ну, насчёт лёгкости я бы здесь добавила, да, что лёгкость – это скорее следствие внутренней работы, которую женщина совершает, ну, тоже без напряжения желательно. Ну, то есть это не то, что, знаешь, такая лёгкость легкомыслия, а это лёгкость мудрости, да, которая помогает, ну, которая является уже следствием того, что ты имеешь открытость внутреннюю, и, ну, ты знаешь, как мир устроен. Тогда появляется и лёгкость, и игривость, и какая-то юмор, да, потому что, ну, что-то там не случилось, что-то не сложилось, ну, что теперь убиваться, ну, как бы, да, это очень затратно. Да, как говорила Скарли, да, я об этом подумаю завтра. Да, 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 да. Ну, и относительно, да, если говорить про то, что ты спрашивала изначально, да, про мой путь, про то, как я пришла сюда, где я сейчас нахожусь, да, то, наверное, оригинальность моего пути заключается в том, что вот эти вопросы, которые люди обычно задают в 40, я задавала в 20. И, собственно, мой кризис среднего возраста случился в 20 лет. Ну, не знаю, почему так получилось. То ли я слишком умная была на тот момент, то ли что. В общем, на втором курсе консерватории я обнаружила, что я вообще не понимаю, зачем я нахожусь там, где я нахожусь, что мне дальше делать. И, как сейчас помню, я писала курсовую работу по музыке Стравинского, что там надо было очень серьезное, научное, музыковедческое писать. И я просто уперлась в стену внутри себя, и все посыпалось. И посыпалось оно на долгих 6 лет, когда я, ну, оказалась просто в глубочайшей депрессии. И волнами там как-то пыталась выгрести с помощью там разных тоже мероприятий и своей семьи. Но не могла. То есть я вот этот поиск смысла... Потому что спрашивали, ну что, у тебя, наверное, любовь несчастная? Нет, я не любовь. Наверное, как-то жизнь тяжелая. Ну, понятно, там 90-е были, но у меня семья всегда оберегала от этих всех вещей. Да нет, нормально все. Ну что, никто не мог понять, что ты маешься-то, что происходит? Вот человек сидит, говорит, все, жизнь кончилась, там все такое прочее. И она действительно кончилась, потому что я не знала зачем. И пока я, ну, как вот не открылся там в силу разных внутренних тоже работы, обстоятельств и так далее, выход на новый какой-то уровень, связанный с расширением сознания, с духовностью и так далее, я не смогла идти дальше. И вот с 26 лет, когда я вышла, ну, родилась, по сути, да, то есть эта инициация, которую я пыталась сама пройти, она никак не случалась, не случалась, не случалась. И потом раз и случилось. И вот в 26 я сразу встретила своего мужа первого, почти сразу родила, сразу написала диплом по музыкальной терапии в консерватории, сразу дальше пошла учиться в психологию, то есть у меня сразу открылся целый мир. И с тех пор я, ну, довольно, ну, довольно спокойно отношусь к разным жизненным перетрубациям, понимая, что это, ну, хорошая территория для роста. И поэтому, когда ко мне приходят люди, о, там у меня всё разваливается, там муж уходит, не знаю, дети, что-то там такое, у меня всё сыпется, говорю, отлично, это прекрасно, здорово, поздравляю. Пришла хорошая пора, когда ты можешь, ну, что-то узнать больше о жизни. Сделать квантовый скачок, чтобы не перейти на другую орбиту. Да, и вот я заметила, если кто-то из здесь присутствующих, и, может быть, ты знаешь, такую книгу Кларисы Эстас, «Бегущая с волками», это очень популярная, такая психологическая, хотя и глубокая книга, но это женская Библия абсолютно, я считаю. Вот, и она пишет про женские циклы. Примерно 7-8 лет у каждой женщины, да, вот идёт вот этот цикл обновления и выхода на новый какой-то внутренний уровень глубинный для того, чтобы всё больше и больше раскрыть эту внутреннюю женскую суть. И очень важно, мне кажется, женщинам поддерживать друг друга в этом, в этих переходах, и, ну, и вообще женское сообщество, друг друга очень здорово поддерживает для того, чтобы раскрываться и через любование друг другом тоже себя как-то раскрывать и чувствовать это восхищение друг друга и эту женскую энергию. Это очень красиво и здорово. Да, да, вот опять, да, вернёмся, наверное, сейчас немножко в конкурс. Ну, во-первых, я хочу сейчас всех абсолютно пригласить на страничку твоего Инстаграма, и я думаю, что будет много вопросов тебе. Мы не хотим затягивать слишком долго эфир. Просто я вот, у меня такое, даже была рубрика на Ютубе «Рекомендую». Да, вот всё, что я сама прохожу и что мне нравится, я всегда рекомендую. И вот я рекомендую, Оля, тебя как профессионала, которого можно, наверное, пригласить какие-то коллаборации для создания чего-то очень красивого, большого. Вот прямо красивого, большого. Не знаю, что это, кто как это может воспринять, но я вот так вижу. Поэтому я хочу, например, видеть тебя на всех моих мероприятиях, которые мы делаем по бизнесу и вот сообществу наших королев, потому что это необычайное наполнение вот такой хорошей энергии. И это энергия, которая потом тебя внутри вот так прямо разбывает в хорошем смысле, это слово воодушевляет, поднимает. Поэтому это очень круто. Конечно, я не очень поломала время в нашей жизни сегодняшней мне, но я очень хочу ходить к тебе на занятия, потому что я когда послушала, как я звучу, как ты сказала, и у меня было открытием, что, оказывается, звучать можно по-разному, очень интересно. Ну и я понимаю, что у тебя ещё так много того, что ты сейчас не сказала, не озвучила. Поэтому я сейчас приглашаю просто к тебе на страничку, чтобы вы посмотрели, ребята, твои посты, следили, возможно, и дальше точно возникнут вопросы. Вот. А я хочу просто уцепиться за фразу, которую я сейчас сказала, мне очень понравилось, что сообщества, поддерживающие, где женщины любуются друг к другу, это из области фантастики для многих. Это из области фантастики для меня. Если бы мне об этом говорили, о таком женском сообществе, говорили лет 15 назад, я бы сказала, да вы что, женщины не могут. Да, можно там иметь одну подругу, но чтобы в таком большом количестве женщины объединялись. И было такое. Я бы не поверила. А на самом деле, может быть, даже не поверила бы и позже. Но вот я, наверное, уже ждала такого проекта. И я, опять же, создаю такой проект у себя в бизнесе. Мы действительно любим друг друга. Это очень круто. И вот этот проект SmartWin, я увидела, что так же можно сделать. Может быть, не всегда получается, но это то место, где реально сделать такое сообщество королевы. Потому что, когда женщина поднимается до королевы, когда она распаковывает, всё, ушли интриги, ушла зависть, ушли какие-то соревновательные моменты, потому что она самодостаточная, ей хорошо, она не боится конкуренции, она не боится, что её кто-то там может как-то по-другому. И идея мне очень понравилась, что если человек правильно понимает этот конкурс, куда он идёт, он не придёт соревноваться, он не придёт драться за корону, он не придёт доказывать, что я самая-самая. Женщина придёт наполняться и отдавать свою любовь другим. И тогда такие, как пазлы, складываются у каждой. То, чего не достаёт, мы прямо вот это раз и берём себе, раз и берём в копилочку, а каждый другой, могу, у меня сейчас мурашки по телу просто бегут от этого всего. Я просто, когда увидела вот эту вещь, вот это сообщество королев, оно настолько грандиозно, это настолько идея, которая сегодня, мне кажется, необходима всем, самой женщине, её семье, обществу, миру. И я видела другие сообщества женские, как-то была в клубе женском в Москве, и вот видела то, о чём ты говорила. Сидят женщины, да, они высокостатусные, да, они красивые, они зарабатывают деньги, но я вижу фальш, я вижу неестественность, я вижу какое-то позёрство. И я-я-я там, да, вот эта продажа себя, нет вот этого наполнения, и в таком сообществе женщина не может быть собой, она не может открыться, она не может раздеться, как у нас получилось на втором дне, когда все раскрывались, обнажались очень, какие-то такие вещи интимные, не боились говорить. да, это, в общем. Ну, смотри, всё-таки, ну, многое зависит от того, кто создаёт эту территорию, это сообщество, кто те женщины, которые вовлекают в своё поле и создают, да. И я посмотрела вот на Олю с Машей, да, которые создатели проекта в Москве, да, я посмотрела на тебя и Юлю, да, и я вижу вас, ну, как женщин, которые способны создать такое пространство своей же энергии, да, своим представлением о том, какие вы и что вокруг вас. И по резонансу к вам приходят те люди, те женщины, которые со-резонансны, которые именно такую ноту слышат. Это их внутренний сигнал отзывается на ваш сигнал. И по-другому не бывает, да, то есть подобное притягивает подобное, это именно это. Поэтому, какие бы ни были другие сообщества, да, всё зависит от того, какой сигнал посылается от организатора сообщества. И в этом смысле, ну, я ещё раз, вот, свою признательность и восхищение и тебе, и Юле, и Маше Соли, да, московским, вашим тоже коллегам, и те женщины, которых я видела, да, которые в других городах будут вести этот проект, да, это, ну, а все разные, да, но вот это вот какая-то общая нота звучания, она у всех есть, вот этой вот большой внутренней искренности и движения дарения, движения дарения от чистого сердца вне зависимости от статуса, бренда, не знаю, каких-то объёмов финансовых, хотя все очень, ну, статусные и важные женщины, да, по-своему каждая реализована и так далее, да. И это, ну, такая определённая уже духовный уровень в каком-то смысле, да, то есть грамотно и гармонично соединить материальное и духовное, и тогда возможно действительно открываться, возможно действительно обнажать какие-то свои тоже и болевые стороны, и свои, может быть, ранения, и свои чаяния, и свои надежды, и свои разочарования и так далее, и при этом быть поддержанными, да, и это очень большой ресурс. Такой был фильм в своё время «Красный шатёр». Я очень многим своим клиенткам его рекомендую, потому что он про такую глубинную женскую солидарность, вот, как раз на основе, ну, каких-то самых важных базовых элементов жизни. Да, здорово, очень. Я хочу, может быть, ребят, если у вас какие-то вопросы возникают, вы пишите, пожалуйста, потому что хотелось бы, чтобы эфир был для вас полезен. Я хочу сейчас, чтобы мы, Оля, с тобой, наверное, пригласили на наш проект, вот я это сделаю, и ты уже со стороны, как ты видишь, ты уже его видишь, знаешь, понимаешь, кому, как ты думаешь, в первую очередь нужно приходить в SmartPin, чтобы, ну, как ты видишь вот это, да, кого бы ты пригласила? Потом я скажу. Ну, во-первых, я уже много кого пригласила, и даже некоторые уже дошли, надеюсь, заполнили анкету, и там уже как-то пошла работа с ними. Причём совершенно неожиданные какие-то люди, которые, ну, вот, наверное, мне бы так прям не пришло в голову, да, ну, вот сестра моя пришла, подруга, которая меня поддержала и сказала, давай, давай. Я за Полину тебе уже спасибо говорю, потому что я, когда с ней пообщалась, это такой глубины девушка, это такая красотка, красотка, это окончательно лошади, которые я увидела, её любовь, страсть к этому, и всё, я тут прямо влюбилась в эту девочку, спасибо тебе. Ну, надеюсь, что, да, как-то всё будет там гармонично, и, ну, как я вижу, нескольких женщин я уже пригласила, и они дойдут, я надеюсь, ну, я, наверное, бы пригласила тех, кто чувствует необходимость в расширении, потому что многие женщины по своей внутренней, что ли, миссии, по движению внутренней энергии так чувствуют, что им необходимо, ну, расшириться, масштабировать, что ли, свой внутренний мир, и, возможно, выйти в какую-то зону за пределами зоны комфорта. Вот, например, для меня это был абсолютный выход за пределы зоны комфорта, потому что это вообще не моя тема, ну, не то, что там я про красоту не работаю, да, но конкурсы там, что-то, я думала, там, купальники, ну, вот это всё, да, а я женщина в теле, ну, как-то, думаю, это не очень будет круто, ну, ладно, про купальники Ира сказала, что купальников не будет. Ну, и вообще, вообще среда, да, думаю, ну, кто я такая, там, эти женщины с миллионами, с какими-то проектами, там, ну, я просто обычный, ну, успешный, да, ну, со своим, там, со своим каким-то уже статусом, именем, ну, просто психолог, ну, что я там могу сделать или сказать, да, ну, и рассказала, нет, ты королева. Как она это увидела, я не знаю, но вот точно так же, я как-то вижу, да, что есть определенный потенциал вот этого, этой короны, которая прям видна на самом деле. Я не скажу, что я прям на всех, ты говоришь, что каждая женщина, я не на всех вижу, то есть, возможно, ведущий архетип не у всех женщин королевский, да, то есть, и это важно, ну, или это не тот период, когда его важно проявить, да, но есть женщины, которым важно прямо вот в этот период своей жизни быть в короне и ее, ну, прожить, что ли, и вот эта возможность прожить корону и ее, как ты мне сказала вчера, да, Оля, не снимай корону. Да, конечно, в наше время корона слово такое очень двусмысленное, да, но мне кажется, что лучше такая корона, чем другая корона. Это правда, лучше такая. Но самое главное, когда ты уже ее почувствовал, ты ее действительно не хочешь снимать, да, она всегда с тобой, у тебя самка другая, ты по-другому себя ведешь и в семье, и вообще вот это чувство достоинства, оно настолько с тобой становится, ты уже вот прежней правдой не будешь, да? Ну, думаю, что оно уже было, да, то есть я, когда корону одела, это как будто бы для меня лично, да, легализовало мою собственную вот эту внутреннюю позицию, которая, ну, что ли, для кого-то, может быть, казалось каким-то, знаешь, самодовольством или какой-то надменностью или еще чем-то, ну, что можно было бы как-то обесценить, потому что спина прямая, это мне важно, какую-то экономию, точнее, не экономию, а уважение к своему времени и к своей энергии, это мне важно, и я это делаю, да, то есть корона как бы просто визуально, ну, подтвердила, что я и так чувствовала, и это очень важно оказалось для меня, потому что это стало, ну, я признала, что ли, себе, что это окей, и что это моя корона, да, и это моя жизнь, моя жизнь, которая вот так выглядит, да, и я, то, что я вот уже писала, что какие-то трансформационные изменения произошли, я поняла, что какие-то вещи стали для меня после конкурса просто невозможными, это не то, что там какое-то лукавство или какая-то сейчас бравада, да, но вот когда ты выходишь внутри себя на какой-то новый уровень себя, да, в одежде, в облике, в словах, в действиях, не знаю, в среде, да, то есть это действительно трансформационная такая штука, и я бы, наверное, звала тех, кто не боится или, ну, готов с этими трансформациями встретиться и их принять. Да, да, но это, правда, круче, чем большое количество тренингов, за которые мы платим очень большие деньги часто, прийти и за четыре дня получить эту трансформацию, но это для смелых женщин, которые готовы на свои страхи, в том числе на страхи наступить, и которые очень сильно хотят чего-то нового, да, в своей жизни, не боятся этого нового. А вот я тебе хочу сказать, очень много сегодня поступает к нам предложений быть партнерами конкурса, опять же, психологов, коучей, специалистов, стилистов, которые хотят прийти и поучаствовать в нашей конференции. Так вот, ребята, я хочу сказать, что вам в первую очередь надо приходить и именно участвовать в этом проекте. Мне кажется, тогда вас будут, вы будете нарасхват, да, ну пусть не сразу, но со временем до сих пор. У нас очень много в Москве пришло именно специалистов, юристов, психологов, потому что так ты становишься, правда, ещё круче, и ты ещё больше можешь помогать со своим окружением, своим клиентом. Кстати, у нас есть такая опция, но мы очень тщательно выбираем, у нас можно отойти с участием в конференции. Но, конечно, мы рассматриваем такие кандидатуры, потому что в нашей конференции тоже что-то особенное к нам приходят, люди тоже наполненные, даже взясь одного Яниса Чемолиди, да, когда ты его слушаешь, ты понимаешь, что всё, ты понимаешь даже то, что ты носишь, да, ну то, что как ты выходишь в этот мир, это не просто так. Как он мне сказал, ваша миссия, ваша миссия показывать пример, как женщина, настоящая женщина-королева должна себя преподносить, потому что у нас с эстетикой плохо, у нас не умеет женщина одеваться, да, чтобы вкус был, чтобы вот это было. Сейчас не время брендов, когда вытячивать что-то такое, да, показывать дорогое, дорогие вещи. Сейчас время эстетики, вкуса. Вот, как мне было очень приятно, что он, во-первых, поддержал наш конкурс, потому что он не ходит на такие мероприятия вообще, он их полностью игнорирует. Здесь он услышал, поддержал, я думаю, что мы будем на постоянной партнерстве работать с модным домом, я не с чемолидей, потому что это правда. И к нам присоединяются вот такие люди, которые видят эту красоту, видят идею, приходят, поддерживая, поэтому самоконференция, мы можем дать возможность, я сейчас тогда перейду, кого я приглашаю, как я уже сказала, я приглашаю экспертов принять участие самой в этом проекте. И можете предложить вариант участвовать в конференции, но мы будем рассматривать, чтобы и тема подходила, и вы как эксперт подходили. Вот, и почему нет, мы можем эту идею рассмотреть. А еще хочу пригласить людей творческих, артистов, певиц. У нас в Москве была, Алиса Делис участвовала с нами сейчас, у нее настолько расширилось вот это, то есть пришел человек, потому что в пандемии, потому что дома сидит, а творческое начало, то есть концертов нет, ей было настолько плохо в этот момент психологически, что она пришла участвовать. А после у нее вот сейчас какое-то звездное время такое. Во-первых, она тоже с короной сейчас настоящей. И то, как она, вот я видела ее вначале, какая она сейчас, мы сейчас встречались в Москве, невероятно, что это как-нибудь сожжение. А, еще хочу сказать, у нас каждая участница получает корону, каждая. Но они разные, есть две главные короны, 25, 45, 45, 65, есть топы, и вот Олечка у нас вышла в топы, и есть просто корона. Но я, я бы каждой дала главную корону, потому что очень сложно как-то как-то оценить, оценить. Вообще, это фондус не тот, где нужно оценить, ну, просто игра такая, мы тоже немножечко играем в это. и есть жюри, есть, как в традиционном конкурсе, баллы, оценки. Поэтому, мне кажется, это тоже важно, чтобы было какое-то стремление, да, был элемент этой игры. Но на самом деле, Оля правильно сказала, в самом начале, самое главное, как вы дальше будете с этим работать, использовать. Можно прийти, положить эту корону на полочку, забыть, свернуться к своей жизни обыденной, и ничего тогда в жизни не поменяется. А можно потом пойти еще на один конкурс, купить еще одну корону, положить ее рядышком, такие варианты. Я тоже знаю, когда ходят из конкурса в конкурс, собирают короны, доказывая себе или кому-то, что ты какая-то особенная, да, а можно использовать вот эту возможность, этот шанс и стартануть в другую жизнь, на путь к другое себя и получать удовольствие невероятное. Я бы так сказала, что каждый реализует свою потребность. Если есть потребность подтвердить себе, что со мной все классно и у меня три короны на полке, это тоже классно. Ну, и человеку важно это подтверждение. Вот, но как возможность дальнейшего, как путешествия, да, это тоже очень важно про это говорить и я еще парочку тоже королев... Да, еще Ира, я хочу участвовать в конференции, так рассказала, что мне кажется, что я просто обязана это делать. смотри, мы же говорим, что у нас площадка для развития, да, площадка для... Почему мы делаем прямые эфиры, да, можно было забыть, можно было провести конкурс и забыть вообще обо всем и так делают большинство на самом деле, да, мы же хотим, чтобы наши королевы двигались дальше и принесли максимум полезности в этот мир, поэтому, конечно, зеленая улица нашим участницам, это всегда дверь открытая, мы будем рассматривать, самое главное, чтобы пазлики сошли, да, мы берем тему и психологию, мы берем красоту, мы берем здоровье, мы берем вот ораторское мастерство у нас возможно будет, а я думаю, что мы заменим его вот твоим как раз занятием конечно, конечно, там нужно про тебя говорить, это же целая история, да, потому что ораторское мастерство это все-таки, не знаю, согласишься, немножко манипулирование, а твоя история это раскрытие больше своего потенциала, то есть это больше о харизме, мне кажется, это намного важнее открыть свою харизму, нежели научиться какими-то шаблонами. Ну, настоящее ораторское мастерство это как раз про харизму и про глубину и про раскрытие, другое дело, что опять же, да, какие-то возможно есть технологии, которые хотят поскорее и обойти глубину, и тогда получается манипулирование, да, но если все совпадает и это идет изнутри, то это настоящее ораторское искусство, так, потому что любое искусство, оно из глубины должно быть и из высоты. И в заключение я хочу сказать буквально пару слов о том проекте, который мы сейчас берем тоже на вооружение, мне очень понравилась идея благотворительности и сотрудничества с фондом Арифметика Добра, и это тоже не, это не просто благотворительность, когда мы отдаем деньги, когда мы, ну, либо вещи, или еще что-то детям, а вот очень рекомендую всем посмотреть видео, которое у нас на аккаунте, где, как ребята говорят о благотворительности, что они хотят, да, вот дети из детских домов, они хотят общения, они хотят, чтобы их научили, они хотят, чтобы им показали, и вот Ольга, я очень благодарна, ей большая, она взаимодействует давно с этим фондом, и там как раз вот такая работа идет, то есть у нас каждая наша королева будет иметь возможность участвовать в этом проекте, пройдя какое-то обучение, потому что там, ну, каждого человека не пускают к детям, да, он должен понимать, как с ними общаться, получить какое-то подтверждение, что ты можешь, а дальше мы можем, мы можем нести вот это детям, потому что сегодня не хватает тепла, у нас сегодня не хватает заботы, сегодня не хватает внимания, а больше хотят откупиться, вот эту десятину отдать, непонятно, кому она нужна, такая десятина, да, вот, ну, просто... Меня сейчас слышно? Да, слышно тебя. потому что у меня был входящий звонок, и у меня пропал совсем звук твой, то есть я не слышу, что ты говоришь. мы запишем эфирный звонок, мы запишем эфирный звонок, но видимо мы уже завершаем, поэтому я не буду сейчас выходить, да, я выложу его на YouTube, то есть ребята, девчонки, любого возраста, 25, 65, смотрите наши видео, смотрите встречи с королевами, смотрите идею нашего проекта, обратите внимание на идею, если вам хочется, вот, что-то большего, если вы хотите раскрыть себя, если вы хотите создать коллаборации, если вы хотите меняться, если вы хотите наполняться, и вдохновлять других, да, не только брать, но и отдавать, приходите к нам на проект, пишите, давайте будем разговаривать на эту тему, и создавать что-то большое, большое, красивое, женское, наполняющее, меняющее этот мир, спасибо за эфир, спасибо Олечка, что пришла, спасибо всем, кто с нами присутствовал, я обязательно сделаю, еще и на ютуб, эти все видео я выкладываю, с нашими королевами, и следите, вторник и четверг в 11 часов, мы сделаем встречи с нашими замечательными, красивыми, наполненными королевами, спасибо, все, пока, спасибо, Ира,